Что означает «хая» на арабском, «хае» – «излам». «Хая» на арабском означает застенчивость, порядочность, неуверенность в себе, честь, скромность, уважение к себе, робость. Это арабское слово, означающее естественная или врожденная застенчивость. И чувство скромности. В исламской терминологии понятие «хая», «хая» используется в основном в контексте скромности. Само слово происходит от слова «хаят», что означает «жизнь». «Хая» призывает мусульман избегать всего, что считается непристойным или отвратительным. «Хая» играет важную роль в исламе, так как это одна из самых важных частей имана. Антонием «хая» на арабском является «бадха» – нескромность или фахиша – непотребство или непристойность. В хадисах слово «хая» используется, чтобы выразить застенчивость, стыдливость и порядочность. Пророк Мухаммад сказал, вера состоит из более чем шестидесяти ветвей частей и «хая» является частью веры. Также «хая» не приносит ничего, кроме добра, когда распутство является частью чего-либо, это становится испорченным, и когда «хая» является частью чего-то, оно становится красивым. «Хая» и чистосердечность будут первыми, что уйдет из этого мира, поэтому продолжайте просить Аллаха за них. Пророк указал, каждый образ жизни имеет врожденный характер. Характер ислама «хая» – скромность. «Хая» важна для мужчин и женщин в исламских культурах. В Коране стихи объясняют, как должны вести себя мужчины и женщины. Согласно ценностям «хая», мужчина должен контролировать себя, женившись как можно более молодым или поститься, если он не может позволить себе жениться, чтобы его не настигли шепоты Шойтана. Женщины должны скрывать себя, чтобы избежать преследований. «Хая» – это также термин в исламской астрономии, означает структуру, конфигурацию использовался для обозначения физической структуры галактики как единого целого или ее частей, например «хая-Земля», «хая-Венера». Ильмаль Хая и Гуэль Хэй-Эй, Энциклопедия оф Излам, Second Edition, Лайден и Джей Брилл, 1986, часть, I.H. Вайрам, пи, 1135-1138. Наука о фигуре небесах или астрономии – это та отрасль знания, которая имеет дело с геометрической структурой Вселенной, которая определяет законы, управляющие периодическим движением небесных тел. Абу-Хамид Ахмад ибн Мухаммад А.С. Сагани Аля Струлаби, крупный математик и астроном, уроженец Саганиана ранее назывался Чаганиан, который работал в Багдаде, умер в 990 год н.э., написал труд «Научные законы астрономии Каваниил Малхая». Нана Геруни. Продолжение следует...